Ко всеобщему облегчению они выбрались из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место высшей лиги, придется играть буквально на пределе возможностей. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Аут, спешит команда. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Ламп. Удар по воротам. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Вильич. Команда проходит пытку угловым. Выдержит ли? Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Слишком поторопился игрок. Залез в офсайт. Арбитр на линии фиксирует офсайт. Ведь могло случиться из-за этой атаки что-то серьезное, если бы чуть поумнее действовал игрок. Плохая передача. Еще бы ее не перехватить. Суги оставят штрафной, но карточку, видимо, где-то в дыре нет. Мяч на боковой линии. Теперь штрафной удар. Арбитр пока не торопится расставать против приступа. Пустим. Отличный удар. Такое впечатление целил в угловой флаг. Дефо. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Совсем необязательная потеря. Дефо. Чтобы получить мяч, надо... Был фол. Тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Фабригас и Суле. Шуко-Мотин. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Горчичник получает очень важный игрок команды. Да, и теперь тренеру стоит хорошо подумать. Либо оставить его на поле с риском удаления, либо все-таки сделать замену. Теннис. Очередная потеря. Он с мячом... Мяч летит в сторону ворот. Будет угловой. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Угловой. И галкипер внимателен, сконцентрирован. Он в порядке. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперников. Будут бросать мяч футболиста из-за боковой. Плохо сыграно. Мяч потерял. Дефо. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Ищут они разные варианты для атаки. Мяч, ушел балк. Лам. Теннис. Пустили. Это может быть опасно. Эх, чуточку точнее мяч мог бы оказаться в воротах. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Почти подошли. Нарушение правил. И у него уже есть желтая карточка. Конечно, судья назначит штрафной удар. Нарушение тут было такое, что и спорить нечего. А вот есть у меня такое ощущение, что могла быть и желтая карточка. Которая автоматом превратилась бы в красную. Ведь его уже сегодня горчичником наградили. Неплохая была по задумке передача. Однако точности не хватило. Это явный пол. Посмотрим, какое решение примет судья. На желтую, пожалуй, игрок наработал в этом эпизоде. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской гунише. Хорошо свидал. Защитник очень надежный. Штрафной ставит судья. Спас он своих. Блестяще сыграл. Удар опасно. Уверенно сыграл вратарь на выходе. И вверху пора зародить. Тим по минуту. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Это очень грубо. Это даже очень-очень грубо добавлю я, потому что вижу в руках арбитра красную карточку. Хороший обостряющий пас. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Мяч летит в штрафную площадь. Какой удар! Гол! 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 И вот так все меняется перед перерывом. Сейчас тренерам предстоит сложная задача. Что-то поменять в тактике. Знаешь, а может быть и ничего не будут менять, ведь впереди еще целый тайм. 1-0. Сейчас будет веселее. Минимальное количество голов. Минимальный пи... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok